друзья как всегда всех приветствую на канале сегодня у нас серьезный вопрос расскажу о том как проезжать развязку находящуюся на станции метро пролетарской довольно часто мне пишут и бывшие ученики и люди которые проходят обучение вот и задает вопрос именно как безопасные проехать и кто будет виноват если возникнет дтп определенная поэтому сегодня расскажу вот как ее проезжать чем заключается загвоздка данной развязки заключается она в том что много лет это было круговое движение и при подъезде висели знаки даже села табличка с надписью что главная дорога идет по кругу и многие водители привыкли ездить как по кругу около года полтора назад поменяли организацию дорожного движения да то есть из одного большого перекрестка организованным на нем круговым движением сделали маленькие перекрестки и на каждом перекрестке соответственно действует свои правила и находятся свои знаки и вот фишка заключается в том что те водители которые ездили по кругу также применяют эти правила проезда кругового движения на нынешней развязки соответственно отсюда и происходит в арене ситуация при подъезде к перекрестку мы соответственно наблюдаем разметку которая обязывает нас на ближайшем перекрестке с левой полосы двигаться только прямо и налево со средней полосы только прямо и с правой полосы направо и прям ну соответственно сюда можно еще уехать в чем же заключается загвоздка загвоздка заключается в том что в час пик налево или как говорят староверу по кругу едут со всех полос то есть по новым правилам дата и вы можете увидеть а там даже знак главная дорога когда светофор не работает вот по госту это знак вешается тогда когда главной дорогой не меняет направление соответственно главная дорога на обратно жгору когда светофор нас не работает она будет в прямом направлении tepo проспекту ленина и соответственно если вы едете дни по проспекту А, поворачиваете налево или, как говорят староверы, по кругу, то вы выполняете левый поворот. Для этого вы нарисовали вот здесь разметку, что с этой полосы, только с этой вы можете сделать проезд в прямом направлении и налево. Когда разметки нету, допустим, зимой, то вы тоже поворот налево делаете с крайней левой полосы, с крайней левого расположения в соответствии с пунктом 8.5, который обязывает выполнять поворот направо-налево с крайнего расположения. Поэтому вот за счет того, что водители привыкли ездить по кругу, по старинке, вот здесь возникает довольно часто аварийная ситуация. Один водитель едет в прямом направлении, допустим, вот как я сейчас нахожусь, а вот водитель со средней полосы делает поворот налево. И в случае ДТП виноват будет тот, кто не занял крайне левое расположение, соответственно, водитель, который нарушил пункт 8.5. Ну, в данном случае это грузовик, если он поедет налево. И вот такая ситуация здесь довольно много где применимо. То есть на следующем перекрестке тот же принцип, да, видите направление главной дороги, то есть она идет в прямом направлении в сторону Кузбасской улицы. Те, кто едут по проспекту Ленина, они выезжают под уступи дорогу, соответственно, они будут уступать нам. Но обратно же не потому, что у нас круг, да, а потому что у нас висит знак приоритета главная дорога. А у них вот здесь вот висит уступи дорогу. То есть здесь кругового движения больше нет. И если вы едете налево, то вы должны руководствоваться пунктом 8.5 и занять крайне левое расположение. Если возникнет ситуация, что вы, допустим, с левой полосы двигаетесь в сторону Кузбасской, а водитель по правой полосе делает левый поворот, и вы с ним вот здесь вот повстречались, то виноват будет тот, кто не занял крайне левое расположение. И такие ДТП здесь часто бывают. На следующем перекрестке повесили знаки движения по полосам. То есть вот здесь уже, когда поток едет вечером с работы, он делится на два, как бы разделяется поток. Один поток едет налево, а другой прямо. И, соответственно, сделали знаки движения по полосам, когда с двух полос сделали налево поворот и с двух полос в прямом направлении. В принципе, развязка вполне грамотно сделана. То есть если вот на том участке сделали проезд в прямом направлении со всех трех полос для увеличения пропускной способности, то здесь как бы левую полосу в прямом направлении заблокировали. И бывает так, что водители знают, что вот там можно со всех полос ехать, и здесь они тоже едут со всех полос в прямом направлении. Хотя с левой полосы вы должны уходить, соответственно, только налево. А со средней полосы вы попадаете в левую полосу. Ну, то есть бывает вот здесь зажимают друг друга, и тоже, как всегда, все доказывают, что они правы. Поэтому в прямом направлении мы можем проехать со средней полосы, ну или, соответственно, с правой. И при выезде с этого перекрестка вас ждет трамвайчик. Застряйте внимание на светофор, потому что когда он только подъезжает, светофор уже загорается, а тут стоят инспектора, потирают руки. И довольно часто разводят водителей на проезд переезда, там решение вменяют или еще какие-нибудь штрафы придумают. Вот поэтому на светофор обращаем внимание. Вот такая вот развязка. В принципе, ничего тут такого сверхъестественного нету. Занимайтесь крайне левого расположения, и все будет в порядке, если вы едете налево. Спасибо за внимание. Есть желание разобрать другие развязки. Пишите в комментариях, какие сделаем. Спасибо. Спасибо. Спасибо.